Наш сегодняшний доклад будет посвящен проблеме роли микробиота в онкологии. Мы, сразу поясняю еще раз, вовсе не клиницисты, к клиницистам отношения не имеем, чистые микробиологи. Поэтому достижения молекулярной генетики и микробиологии дали начало новым механизмам, которые стали основополагающими в получении ранее недоступных знаний. Полученные данные подтвердили, что мы обладаем очень узким спектром информации о нормальной микробиоте. Одновременно с началом новой эпохи молекулярно-генетического анализа в области микробиологии были введены новые понятия и новые термины, которые теперь в этой новой науке существуют. Одними из основных основополагающими стали понятия микробиота и микробиома. Когда мы говорим о микробиоте, как о совокупности микроорганизмов и постоянно присутствующих в биотопах организма человека и во внешней среде, когда мы говорим о микробиоме, то имеем в виду, конечно, совокупность непосредственно генов. Появились совершенно новые понятия, как фагобиота и фагобиом, о которых ранее речи не шло. Фагобиота – это совокупность бактериофагов, а фагобиом – совокупность соответственно их генов. Вместе с этим в новой науке, так как развивался молекулярно-генетический анализ, появилась новая возможность поиска генов вместо непосредственно микробов. Это метагеномика, соответственно, и понятия метагенома. И помимо этого появились новые методы культивирования ранее неизвестных и ранее некультивируемых микроорганизмов. Сейчас на данный момент известно менее 5% от всего состава нормальной микробиоты. Однако дальнейшее изучение позволяет нам по-новому оценить их роль в развитии многих мультифакторных заболеваний. Таких, как, например, онкологические заболевания непосредственно, нейродегенеративные заболевания, диабет первого и второго типов. Как было сказано, это, конечно, атеросклероз и множество-множество других. Однако одним из важнейших открытий оказалось то, что микробиота злокачественных новообразований, ткани злокачественных новообразований, значительно отличаются от микробиоты нормальной. И только в наших исследованиях, не считая всех остальных, были обнаружены микробы, которые ранее не относились к патогенам того или иного заболевания, и появились микроорганизмы, которые ранее не были описаны как патогены человека, как гербосперил, например, брахи бактериум, микробы, которые ранее не встречались при данном заболевании. Чаще всего это спорообразующие бактерии, на которые только недавно на самом деле обратили внимание. Это новые виды, новые роды. Всем известный бацилюс, конечно, и менее известный пени бацилюс, например, появились неизвестные ранние виды бактерий, неизвестные ранних родов. Конечно, известно огромное количество микроорганизмов, которые уже так или иначе связаны с злокачественными новообразованиями. Огромное количество статей на эту тему есть. И, конечно, классика – это хеликобактер пилори, изно желудка, и хламидия трахоматис, изно яичников. Однако одним из относительно новых исследований было исследование рака молочной железы. И вот мы можем видеть на слайде, как меняется микроэкология тканей. Конечно, при злокачественных новообразованиях молочной железы значительный диспиоз, и это хорошо проиллюстрировано. Нами были обнаружены неизвестные ранние патогены, которые были связаны с онкологическими заболеваниями. Конечно, сейчас говорить о непосредственно онкопровокации сложно, поскольку это требует дальнейших исследований. Однако мы достаточно давно занимаемся тканями злокачественных новообразований, и мы выявили ряд новых штаммов, которые были изолированы у пациентов с, например, лимфобластным лейкозом, с колоректальным раком, раком двенадцатиперстной кишки. Однако тут возникает вопрос о том, как бактерии провоцируют непосредственно возникновение опухоли. Если мы будем говорить грубо и будем иметь в виду, например, зну молочной железы, то, конечно, мы имеем в виду такие основные вещи, как усиление провоспалительного ответа, повреждение ДНК, нарушение механизмов репарации, метаболическая инактивация противоопухолевых препаратов. Однако в какой-то момент мы выявили новый механизм злокачествления. Он был связан непосредственно с внеклеточной ДНК в биопленках псевдомоноса иерогеноза. Мы выяснили, что внеклеточная ДНК биопленок псевдомоноса иерогеноза при взаимодействии с белками в плазме крови может образовывать новые изоформы. И эти изоформы будут характерны для белков, которые встречаются в крови у пациентов с раком поджелудочной железы. Поэтому тут сейчас стоит большой вопрос по поводу того, не является ли внеклеточная ДНК в биопленках непосредственно онкогенным провоцирующим фактором. С развитием метагеномики, с развитием новых методов появилась большая необходимость поиска методов непосредственно ранней и сверхранней диагностики. Из основных проблем, которые появились, это, конечно, поиск новых мишеней. И новыми мишенями будут являться бактерии, бактериальные вирусы, бактериофаги. Мы будем наблюдать, соответственно, далее изменения состава микробиоты, поиск бактерий неизвестных ранее видов и ранее неизвестных родов, поскольку этому сейчас уделяется, по-моему, незаслуженно небольшое внимание. Также на АМИ были выявлены, идентифицированы и изучены новые штаммы. Один из них – это штамм ВТ-162, который относится к роду стриптококов. Он был изолирован у пациентов с острым лимфобластным лейкозом. Заинтересовал он нас сразу, он обладал большим количеством онкогенов. И далее в качестве верификации американские ученые провели большое комплексное исследование, где изучали возможность использования генов трех основных микроорганизмов – это парферомонос, фузобактерии, вот наш штамм – в качестве маркера колоректального рака. И из всех этих трех микроорганизмов гены, вот именно штамма ВТ-162, были признаны одним из лучших маркеров колоректального рака. Это опубликованные данные об этом есть. Таким образом, мы заявляли о том, что наш штамм ВТ-162 может использоваться для неинвазивной диагностики и в скрининге пациентов до момента непосредственного формирования самого злокачественного новообразования. Конечно, помимо этого, возникает серьезный вопрос и серьезная проблема профилактики и терапии, если мы говорим о связи микробиома с злокачественными новообразованиями. И одним из вопросов стоит непосредственно антимикробная терапия, новые вакцины, какая-либо генная терапия, которая будет изменять непосредственно свойства бактерий. Мы имеем некоторые сложности в связи с тем, что имеется огромное количество дезинфектантов, и вообще, в принципе, вопрос использования индивидуальной защиты в виде антисептиков и дезинфектантов стоит очень остро, поскольку вопрос заключается в том, что имеются огромные проблемы с перераспределением микроорганизмов в популяции человеческой, соответственно, за счет обычной контагиозности. И несмотря на то, что большое количество онкопровоцирующих бактерий является частью микробиоты, то мы опять же говорим о том, что не вся микробиота у каждого человека, естественно, одинаковая. Поэтому непосредственная передача микроорганизмов абсолютно оправдана. И для того, чтобы мы говорим, если мы говорим об антисептиках, которые должны быть использованы для профилактики онкопровоцирующих бактерий, то мы должны иметь в виду не обычные антисептики, которые будут действовать на какой-то строго ограниченный компонент, но мы говорим об антисептиках, прежде всего, которые будут действовать на огромную базу, которая называется споробиомом и споробиотой. Споробиота – это совокупность всех спорообразующих бактерий, которые имеют глобальное распространение. И считается на данный момент, что споробиота составляет около 50% от всей микробиоты. Со споробиотой есть некие проблемы в плане того, что большое количество антибиотиков, естественно, никаким образом на эти споры не влияет, и та же самая проблема с антисептиками. Поэтому, если мы говорим об антисептиках, то это должны быть препараты, которые будут действовать прежде всего на спорообразующие бактерии. Помимо этого, возникает еще один вопрос, о котором я уже вскользь сказала, по поводу касаемо бактериальных вирусов, бактериофагов. Сейчас на данный момент нет ни одного антисептика, который бы действовал на бактериофаге, кроме нового появившегося мультицида, который влияет и на споры, образующие бактерии, и на бактериофаге, но об этом чуть попозже. В общем, строение бактериальной споры исключительно для того, чтобы проиллюстрировать невозможность проникновения обычного антисептика в такое огромное количество слоев, конечно. Еще раз скажем о том, что антибиотики не действуют на бактериальные споры в большей части. Большинство антисептиков не действует на бактериальные споры. И инфекции, которые вызываются спорообразующими бактериями, характеризуются рецидивирующим течением. И это большая проблема, потому что постоянно накапливаются гены антибиотикорезистентности. А так как споры являются, как правило, высоко летучими, контагиозными, то передача этих генов антибиотикорезистентности постоянная. Сравнительная активность антисептиков по отношению к спорам. Мы можем видеть, что на споры бактерий кое-как более-менее действуют спирты. Из стандартных, вроде как хлоргексидина, триклозана, мирамистина не действует ничего. И мультицид имеет высокую активность антисептика по отношению к непосредственно спорам. Таким образом, в конце доклада мне бы хотелось сказать, что мы имеем несколько основных базовых выводов, и это очень важные вещи, касаемо того, что бактериофагии и бактерии связаны с возникновением онкологических заболеваний. Обнаруженные неизвестные ранние бактерии, их продукты могут быть использованы для ранней и сверхранней диагностики, как это уже выяснилось на примере нашего стриптококкового штамма. Антибиотики могут быть противоопухолевыми препаратами. И антисептики и дезинфектанты – это важнейший пласт в профилактике непосредственно возникновения злокачественных новообразований. Спасибо. Спасибо большое, Кристина Модестовна. Пожалуйста, вопросы. Пока зал… Да, пожалуйста. Клинический фармаколог, клинический научно-практический центр онкологический Санкт-Петербург. Подскажите, стриптококк вы из какого локуса выделяли при лимфобластном лейкозе? Значит, ВТ-162 штамм был выделен у слюны у детей. Сейчас, к сожалению, не припомню точный возраст. У детей с острым лимфобластным лейкозом это было выполнено на базе нашего НИИ гематологии, Первого медицинского института – слюна. Спасибо. Еще хотела уточнить, Кристина Модестовна, вы в своем докладе затронули проблему резистентности, и ВОЗ уже давно бьет в колокола, считается, что к 2050 году у нас будет полирезистентная микрофлора, и проблемы с лечением онкологических заболеваний уйдут далеко в сторону, потому что у нас, начиная с 20-го года, практически не создано ни одного нового антибиотика. Вот с Вашей точки зрения, вот эти у патогенеза – вот такой колоссальной проблемой. Это действительно колоссальная проблема, потому что сейчас, так как одним из основных наших направлений является поиск ранее неизвестных микроорганизмов, и, соответственно, полное секвенирование этих микроорганизмов, мы получаем действительно в геноме огромное количество генов антибиотикорезистентности. Конечно, не факт, что все эти гены будут экспрессированы, включены, но, тем не менее, колоссальное распространение этих генов. У нас было небольшое исследование в самом раннем начале, когда я только начинала работать, у нас было обычное полустуденческое исследование, оно даже было опубликовано касательно поиска спор в обычных супермаркетах. Мы сделали просто обычные смывы в супермаркетах, соответственно, и мы выявили огромное количество спорообразующих бактерий в обычных смывах, несмотря на то, что это были магазины люкс-класса, то есть предполагалось, что, в принципе, там должна быть какая-то обработка, однако все, вот обычные поверхности, где лежат продукты и так далее, мы действительно получили огромное количество микроорганизмов, и поэтому вот в таком виде это постоянно переносится, соответственно, с поверхностей на руки, с рук на другие руки и так далее, и так далее. Далее вместе с этим, конечно, и распространение непосредственно антибиотикорезистентности, то есть это действительно большая катастрофа.